Манекен групп Представляет Я думаю, ты знаешь, как с этим обращаться. В человека стрелял? Да нет. Только в себя. Не знаю, смогу ли я в другого. Сможешь. Если в себя не струсил, то... Пришло время, Яков, Арестовный, Тухачевский, Орлов, Корк, Якир, Примаков, Эдейман, Фельдман. Пытно. В большой игре убираются лучшие генералы. И это в преддверии войны. Ты понимаешь, чем это грозит? Да мы бы самые готовые, но... Нам не подойти к нему. Нас не подпустят к нему близко. Ты остался фактически один. Все остальные арестованы и убиты. Все остальные арестованы и убиты. Лаурен, дизайджи. Орлов, 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 Орлов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова почему он здесь а я об этом узнаю только сейчас как он мог быть сэсом еще на эту операцию ввели НКВД Яков оказался в цепочке случайно случайно тухачевцы никого не подпускают к себе но все же я уверен он здесь ни при чем как ни при чем его немедленно надо арестовать подожди Юсиф что арестовать давай сначала поговорим весь ним вот и весь не а потом арестуй Миша что вы делаете за что за что Миша 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 что вы делаете зачем вы его забираете за что что он же старый больной человек вы что не знаете он же герой гражданской войны Миша скажи ему что это ошибка Миша ну скажи скажи что это не правда что этого не может быть Соня vind 2 жу знаешь Господи, неужели он враг народа? Когда же все это кончится? Неужели никто не может положить этому конец? Не разговаривай! За что? Как же я буду без тебя, Миш? Я не могу! Товарищи! Товарищи! Да что вы, это за серебряником! Герой гражданской войны! Назад! Бери руки! Да знаешь, кто я такой? Я Сталин! Ты Сталин? Ты говно! А ну пошел к себе, Сталин! Мать твою! Яков! Яков, остановись! Здравствуй, Яков! К отцу пришел? Хорошо! Зайди ко мне вначале! Зайдешь? Ну он занят, а мне есть что тебе сказать. Пошли. Пошли-пошли. Потом я сам тебя к нему ответил. Пошли-пошли. Иди, иди садись. Садись! Поговорим, как мужчина с мужчиной. Яков, тебя втянули в заговор. Вокруг тебя собрали шпионы, которые грамотно провели работу с тобой по дискредитации Сталина. Почему я должен умирить? А я докажу. Вот акт экспертизы, что подписи Сталина на документах подделаны. Слушай, фальшивки о провокаторстве Сталина – это часть операции. Сталин никогда не был агентом царской охранки. Это все брехня. Такая же, как слухи о том, что я агент английской разведки. Чушь. Да, я работал на англичан. Но только в интересах дела. А все ложные обвинения изготовлены в Берлине с помощью Троцкого – старые большевики. Нам известны имена всех заговорщиков, во главе которых стоит Тухачевский. План их действия. И даже дата назначенного мятежа. А дату они сами не знают. Знают. И я знаю. А тебе не сказали. Не доверяют еще. Мы догадывались, что Орлов рассчитывал привлечь к мятежу слушателей военной академии. Но если честно, я не ожидал, Яков, что он делал ставку на тебя. И никто этого не ожидал, особенно твой отец. А потом ты сам первый будешь обвинять его в том, что ему мерещатся заговори, что его предают самые близкие. Откуда вы знаете? Яков, Яков. Наша разведка уже давно приступила к разоблачению заговора Тухачевского. Значит, заговор раскрыт. Почти. Яков, ты мог допустить огромную ошибку. Ты оказался замешан в заговоре. Какого еще не знала история? Все намного сложнее, чем ты думаешь. Тут замешаны иностранные государства, международная политика, внешние отношения. А ты всего лишь пешка. И случайная пешка. Неужели тебе все равно, что тебя использовали, как мальчишку и против своего отца? Я им верю. Да. Они умеют внушать доверие. Где и встречались. Говори. На явочной квартире. Это я знаю. Где еще? В Академии. Яков. Дай пистолет. Пойми, Яков. Ты не представляешь, какого размаха фигура твоего отца. Сталин строит новую советскую империю. Делает историю, а история без жертв не бывает. Лес рубят, шепки летят. А еще и мог. Бывает больно. Особенно, когда предают близкие. Ай, Гебич. Понял, парень. Так, тебя сейчас отсюда выведут. И никто не будет знать, зачем приходил сегодня к отцу. Это останется только между нами. Договорились? Хорошо, иди. Спасибо. Спасибо. Ну, если. Хорошо, иди. Спасибо. 钱. он предал меня нет он ничего не сделал против тебя даже после того как его грамотно обработали просто он попал под влияние орлова тухачевцев аллилуй его не трогай его иосиф он твой сын ты же знаешь я никогда не целом различия родственники это или нет если они про это цели не придавал он тебя просто у него не уравновешенная психика ты это знаешь он стрелялся у него упрямый скверный характер он все время что-то хочет тебе доказать я считаю это нормально между отцом и сыном ладно лаврентия и умеешь убеждаться не буду его арестовали вас преимущества власти еще и в дом чтобы показывать лаку дземия и 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 Попроси, чтобы тебя не переводили. Пожалуйста, ты не можешь просто так уйти на передовую. Почему не могу? Десятки тысяч уходят. Уже уехать. А я что? Попроси ему, чтобы тебя перевели в более спокойное место. Он не сможет тебе отказать. Яков, ты меня не слышишь? Я прошу тебя, позвони ему. Я прошу тебя. Я прошу. Пожалуйста. Ладно, позвоню. По скребу шифу аппарата, слушаю. Александр Николаевич, здравствуйте. Это Яков. А можно с отцом поговорить? У него совещание, но я попробую. Говори, Яков, мне сказали, что ты получил повестку на фронт. Что случилось? Отец, я хотел попросить. О чем? Я ухожу на фронт и, пожалуйста, никогда ничего не делай для моего перевода в тыл. Обещай мне, кто бы ни просил, не делать этого. Обещаешь? Обещаешь? Спасибо, отец. Прощай. Отец. Отец. Мой клянусь, говорит господь, что так, как ты сделал все дело и не пожалел Сына Твоего, единственного Твоего для меня, то я, благословляя, благословлю Тебя и умножая, умножу семья Твою, как звезды небесные и как песок на берегу моря. Я владею семья Твою городами врагов своих и благословляться в семени Твоем всенароде земли за то, что Ты послушался класса моего. Привет, Хрусталю. Здравия желания, Никита Сергеевич. Ну что, не в гостевую пока? Хрущев Никита Сергеевич, первый секретарь Московского областного и городского комитета в партии, секретарь ЦК, куратор МГБ и НКВД. Родился в 1894 году в семье рабочего шахтера. Работал пастухом, затем слесарем. Регулярного образования не имеет. Русский украинского происхождения, как говорил про него Сталин, с 1935 по 1949 год руководил Украиной. Как водится? Ну, если долго, мне чаю. Ладно? Есть, товарищ Хрущев. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Угу. Хорошо поживает. А что это ты вдруг вспомнила? Да так вчера повод случился. Слушай, она что, надумается? Я что-то ничего не понимаю, Матрэн. Тебе что-то нужно? Да ничего мне не нужно. Запрещено это. Да не шьет она дома. Она в ателье работает. Швеей. Я так и поняла. Платье твое. И скрипт дышина, от которого все мужики штабелями валятся. Она шила? Угу. Она, она. Пальто твое. Просто блеск. Я тоже такое хочу. Так иди в ателье и закажи. Как все делают? Я знаю, что она там сошьет. Как всем. Страх будет еще тот. И пальто она ввали тебе дома шила. Ой, слушай. А как ее фамилия? Ну, Ласкина. Соня Ласкина. Ну, точно. Тоже, значит, не из наших. Матрэн, ты что, с ума сошла, что ли? Да со мной-то как раз все в порядке. Это вот ты чего-то недопонимаешь. Слушай, да отстань ты от меня. Ты послушай. У нас вчера из соседнего подъезда мужика одного забрали. И что? Да то, что он тоже был портной. И фамилия его Леонтович. Ты понимаешь? Если вызвал одного и ждешь больше 20 минут, значит, что-то серьезное. Сталин всегда на все встречи опаздывает. Фотсдам Сталин опоздал на сутки. И американцы, и англичане вынуждены были ждать маршала. Хрущчук приглядывал зацем, как берега и маленького велеследствия по ленинградскому целу. В августе 48-го года врач Лидия Цимашу написала письмо о неправильном диагнозе, который лечащие врачи оставили Жданову. Он всех заставляет ждать. Всех. Когда в 49-м году Мао Цзэдун приехал в Москву, он долго, полчаса, может, минут 40, не выходил из вагона. Надеялся на то, что товарищ Сталин встретит его в вагоне. Наивный китанец. Товарищ Сталин не встретил Мао в вагоне. Он вообще не приехал в вокзал. А потом Мао ждал. Два месяца высочайшей аудиенции. Сталин не принимал его. Мао все это время ходил по вечерней ночной в Москве в Папайи. Кстати, по скребушеву рассказывал, что один дурак полковник написал Сталину, мол, зимой полковники ходят в Папах, а летом ходят, как все, в фуражках. Нельзя ли сделать так, чтобы полковники и летом отличались от прочих, более мелких по званию офицеров? И Сталин ему лично ответил, разрешить порядки исключения носить этому полковнику по Папаху и летом. Смешно. Мао очень обиделся на Сталина, когда Сталин не встретил его на вокзале. И чтобы сгладить обиду, говорят, Сталин тогда оказал ему одну услугу. Никому больше Сталин такого не делал. Смешно. 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 О чём поёт вождь мирового пролетариата? Это народная грузинская песня о несчастной любви, а в чём суть? Любимый расстаётся с любимой, она умерла, а он никак не мог найти её могилу, чтобы поплакать над ней. Очень грустная песня, и вождь очень душевно её исполняет. Да, у товарища Сталина очень хороший голос, и он прекрасно её поёт. Прекрасная песня. Да, песня очень красивая. Можно я подпою? Я думаю, товарищ Сталин будет счастлив. Ай, молодец. Хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм. Хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм. Хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм. Субтитры создавал DimaTorzok Слушаю Маленков Дайте свет Слушаю, товарищ Маленков Эту историю с письмом мог придумать Хрущев Я уверен Почему Хрущев? Знаешь, Георгий, а больше некому То есть? В этой стране Эту историю Могли провернуться несколько человек Интересно И кто же это? Ну, во-первых, это мог сделать Я Во-вторых, Георгий Это мог быть Ты? Ну, нет Не уверен А в-третьих Это мог сделать Хрущев Учитывая его людей В МВД И МГБ А ты вспомни Когда мы ломали ленинградцев Как всегда Каждый раз Неожиданно возникал Никита Помнишь? Ну, если это Хрущев Зачем ему так рисковать? Да ты что, не понимаешь Если у него все получится Он валит нас с тобой Письмо с угрозой Сталину Прямый удар по нам По тебе Потому что Это напечатано На бланке твоего секретариата А мне прилетит за кадры Которые я оставил в органах Когда возглавлял их Ну, а если это Хрущев И он победит Он станет Самым любимым учеником Хозяина Да Надо что-то делать с Никитой Надо что-то делать Знаешь Надо, чтобы наши минусы Превратились в наши плюсы Надо так повернуть дело Чтобы Никита пошел Главным по этому делу Да, это так А как это сделать? Давай думай Я подумаю А тебе, Георгий Я бы советовал думать быстрее Я уже начал расследование Ты знаешь И надо, чтобы в какой-то момент Именно Хрущев Попал ко мне на допрос С неопровержимыми доказательствами Его участия В этом деле Жданов билища упал неживой Когда я послал к нему Хрущева Хрущев должен был сообщить Жданову о том Что ему, Жданову Надлежит передать сейчас функции Товарищу Маленькову Кажется, это было 29 августа А 31 августа 1948 года Андрей Александрович Жданов Маленьков умер Хрущев приехал Так точно, товарищ Сталин Зови Есть Никита Сергеевич Субтитры сделал DimaTorzok Здравия желаю, Игорь Спаселёвноч Здравия желаю, Игорь Спаселёвноч Здесь Идя Отлично. Георгий что-нибудь давно думает, а потом сделает. Что-нибудь такое, что мне может в дальнейшем пригодиться. Ты поговорил с шофером Маленькова? Да, он упомянул про то, что у него отец погиб в шахте, в Донбассе. В шахте Донбасс. Подожди, Донбасс это же у нас... Украина. Да, Донбасс это Украина. Шахта Украина. Как интересно. Донбасс, Украина. Все это надо проверить. Может быть, это совпадение. А может быть, кем-то придуманное совпадение. А может так случится, что это и вовсе не совпадение. Сэр, операция «Черный принц» началась. Мы связались с мистером Маклаковым. И он дал свое согласие на сотрудничество? Ален Уэллс Далес родился в 1893 году по профессии юрист. Работал в ЦРУ США с момента его создания. В 1942-1945 годах руководил политразведкой в Европе. Инициатор сепаратных переговоров американцев с Гитлером. В 1953-м новый президент Соединенных Штатов Эйзенхауэль назначил Далеса директором ЦРУ. Совершенно верно. Все произошло так, как вы предполагали. Мы пообещали ему нашу защиту. Отлично. Маклаков знает о том, что мы будем выходить не только на господина Берри? Нет, мистер Далес. По всей видимости, нет. Но он может предположить это. Совершенно верно. Надо подумать над этим. Надо сделать так, чтобы господин Берри думал о том, что мы ведем переговоры только с ним. Так точно, мистер Далес. Мы предусмотрели это. Хорошо. И кроме того, надо предусмотреть некую защиту для господина Берри. Да, мы вбросили в агентурную сеть русских двойную информацию. Прекрасно. Информацию и контринформацию. Совершенно верно. Для того, чтобы обезопасить господина Берри на период наших с ним контактов, мы решили провести по всем имеющимся у нас каналам взаимоисключающую информацию. Таким образом, господин Сталин, если до него дойдут сведения о господине Берри, не будет знать точно, какая из версий правдива. Совершенно верно. Отлично. Кроме того, и это тоже должно стать предметом разговоров с господином Берри, меня беспокоит появление в Советском Союзе опытного образца не совсем обычного самолета. Совершенно верно. Русский проект под названием «Черный ястреб» — бомбардировщик с ядерным двигателем. Вы должны узнать, что это. Настоящий проект русских или это их блеф? Так точно, мистер Даллес. Странно. Меня смущает схожесть названий. «Черный принц» и «Черный ястреб». Это только совпадение, мистер Даллес. Что ж, будем надеяться. Будем надеяться. Да, Хрущев. Помню я его взгляд, когда дал ему подписать расстрельные списки по ленинградскому делу. «Черный ястреб» Здорово, Георгий Максим Леонидович. Хрущев сразу понял, что это было за бумага. Сталин давал устные указания высокопоставленным членам партии непременно ставить свои подписи под подобного рода бумагами. Эти документы считались документами для внутреннего пользования. Подписывай. Душечки нет. Душечки нет. Да, Капа. Душечки нет. Продолжение следует. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Хозяин тогда спросил меня, как именно подписал расстрельную бумагу Хрущеву. И я честно сказал об этой заминке товарища Хрущева. Хозяин обязательно должен был сделать по этому поводу соответствующие выводы. Вопрос только в том, какие выводы он считает главными. То, что Хрущев струсил, или то, что я сдал Хрущева. Здесь Хрущев. Хрущев здесь. Хрущев. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok